Издательство Эксмо. Дэвид Эпштейн. Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни. Эту и все прочие книги я посвящаю Элизабет. Эпиграф. Николай вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно имение, а не какая-нибудь отдельная часть его. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты. Лев Толстой. Война и мир. Вступление. Роджер против Тайгера. Для начала парочка историй из мира спорта. Первую вы, возможно, знаете. Отец мальчика ясно видел, что-то не так. Уже в полгода его сын, держась за руку и с легкостью удерживая равновесие, гулял по дому. В семь месяцев отец подарил ему клюшку для гольфа, и мальчик таскал ее с собой всюду, где бывал в своих ходунках. В десять месяцев он слезал с высокого стула и бежал к сделанной специально для него клюшке для гольфа и повторял свинг, подсмотренный в гараже. Говорить он еще не мог, и отец рисовал картинки, чтобы показать мальчику, как правильно держать клюшку. Когда ребенок еще не умеет говорить, научить его играть в гольф не так-то просто, рассказывал он впоследствии. В два года, в том возрасте, когда согласно возрастным нормам развития ребенка он должен уметь пинать мяч и стоять на цыпочках, мальчика показывали по национальным каналам. Клюшка у него была такая, что доставала ему до плеча и помогла провести мяч мимо восхищенного Боба Хоупа, знаменитого актера и комика. В тот же год он отправился на дебютный турнир и занял первое место в категории «10 лет и младше». Времени было в обрез. К трем годам мальчик уже учился играть в бункеле, а отец вовсю планировал его будущее. Он знал, что этот путь предначертан сыну судьбой, а его долг стать проводником. Задумайтесь, если бы вы были так же уверены в судьбе, то начали бы с трехлетнего возраста готовить своего ребенка к общению с ненасытными СМИ. Отец изображал из себя репортера и допрашивал мальчика, учил его отвечать коротко и четко, не вдаваясь в подробности. В четыре года отец отвозил его на поле в девять утра и забирал через восемь часов, и несколько раз даже выиграл пари у тех, кто в это не верил. В восемь лет сын впервые одержал победу над собственным отцом. Он не возражал, так как был твердо уверен в том, что сын обладает уникальным талантом, а его задача – помочь развитию. Отец и сам был выдающимся спортсменом и добился всего наперекор судьбе. В колледже он играл в бейсбол, будучи единственным чернокожим во всей команде. Он понимал людей и важность дисциплины. Окончив курс социологии, он отправился во Вьетнам в составе элитного подразделения армии США «Зеленые береты», а позже обучал будущих офицеров тактики психологической войны. Он понимал, что не был образцовым отцом трем своим детям от первого брака, но когда родился четвертый, осознал, что ему представился второй шанс. Теперь все будет по плану. К моменту поступления в Стэнфордский университет мальчик был знаменит, и вскоре его отец развернул полномасштабную кампанию. Он верил, сын станет для истории важнее Нельсона Манделлы, Ганди и Будды. «Его аудитория гораздо больше, чем у любого из них», – говорил отец. «Он – мост между Востоком и Западом. Для него нет границ, потому что у него есть наставник. Я пока не знаю, как именно все будет, но он избранный». Вторую историю вы, возможно, тоже слышали, хотя, может, и не сразу ее узнаете. Его мама была тренером, но никогда не тренировала сына. Едва научившись ходить, он вовсю гонял мяч. Став старше, по воскресеньям начал играть с отцом в сквош. Он не проявлял особого интереса к лыжам, борьбе, плаванию, скейтбордингу, зато с увлечением играл в баскетбол, гандбол, классический и настольный теннис, бадминтон, через соседскую изгородь и футбол в школе. Позднее он отдал должное широкому спектру видов спорта, которые помогли ему достичь непревзойденной спортивной формы и развить координацию движений. «Он осознал, что вид спорта не имеет большого значения. Для меня всегда было важно, чтобы игра строилась вокруг мяча», — вспоминал он. С самого детства мальчику нравилось играть. Родители не возлагали особенных надежд на его спортивную карьеру. «У нас не было ни плана А, ни плана Б», — рассказывала позднее мать. Она и отец советовали мальчику опробовать как можно больше видов спорта. В то же время это было необходимо. По словам матери, мальчишка становился невыносим, если слишком долго сидел без дела. И хотя мама была тренером по теннису, с ним она решила не заниматься. «От него у меня были одни расстройства», — признавалась она. «Он перепробовал все самые странные пасы и ни разу не отбил мяч, как нормальный человек». Как матери мне было попросту обидно. Его родители не давили на него, как раз наоборот. Ближе к подростковому возрасту он все сильнее увлекался теннисом, и вместо того, чтобы подтолкнуть его, они лишь просили не принимать теннис всерьез. Во время его матчей мать нередко уходила гулять с подругами. У отца было всего одно правило — главное не жульничать. Так он и делал и со временем добился немалых успехов. Подростком он играл так хорошо, что его пригласили дать интервью для местной газеты. Мать была в ужасе. На вопрос, что он планирует купить на деньги, вырученные от первой игры, он ответил «Мерседес». Каково же было ее облегчение, когда она прослушала запись интервью и поняла, что в текст закралась ошибка. Мальчик ответил «Мерседес». На швейцарском немецком это означало попросту «кучу дисков». Тяги к состязаниям у мальчика было не отнять. Но когда инструкторы по теннису решили перевести его в группу более старших игроков, он попросился обратно, чтобы не расставаться с друзьями. В конце концов, львиная доля веселья заключалась в том, чтобы после тренировок вместе слушать музыку, мериться силами или гонять мяч. К тому времени, когда он наконец оставил прочие виды спорта и, что самое примечательное, футбол, чтобы посвятить себя теннису, другие ребята вовсю работали с тренерами по силовым видам спорта, спортивными психологами и специалистами по питанию. Но это не помешало ему идти дальше. К 35 возрасту, когда легендарные теннисисты уходят на пенсию, он по-прежнему занимал первое место в мире. В 2006 году Тайгер Вудс и Роджер Федерер впервые встретились, оба на пике формы. Редактор субтитров А.Семкин